Господи, очисти грехи наши, владыка прости, беззаконие наше. Здесь такое прощение как будто особенно необходимо. Верующие Барнаульской колонии терпеливо ждут освящения воды. Тело дрожит, но мысли о холоде гонят прочь. Думать нужно о другом. Когда человек попадает в такие ситуации, допустим, как в тюрьму или еще какую-то сложную жизненную ситуацию, ты сразу обращаешься, в первую очередь, к Богу. Ну, кроме него, просто не на кого надеяться. Именно за решеткой мужчина обрел веру и теперь каждую субботу читает Писание всем желающим. Для него, как и для других, этот обряд священен, выполняет его вдумчиво. Классно. Ощущения просто обалденные. Прохладненько-то? Нет. Вот самое интересное, вы заметите, все выходят, и полотенца не берут, не вытирают. А в это время у Знаменского монастыря верующие Барнаула отправляются в крестный ход. Важный путь, когда каждый обдумывает свой прошедший год и дает себе обещание, чтобы подготовить к обряду и мысли, и тело. Очень торжественно, красиво и здорово. Частохой купаетесь? Ну, в молодости купалось, сейчас уже нет. Вы купаетесь? Каждый год. Почему такая традиция в вашей семье сложилась? Ну, как-то сверху пришла потребность такая, и все. Уходить в воду с головой или по плечи здесь не так уж и важно. Значение имеет настрой человека. Те, кто не смог окунуться в ледяную купель, пьют освященную воду. Считается, что она лечит даже самые тяжелые заболевания. С бутылками и сосудами к купели тянулись весь день. Мы освящаем воду для того, чтобы вот эта святыня при ежедневном употреблении укрепляла наш дух, укрепляла наше тело, и мы имели больше сил для того, чтобы поддерживать в себе христианский дух. По примерным подсчетам, в алтайских купелях искупалось 50 тысяч человек. Кстати, среди желающих окунуться в этом году было больше новичков, чем обычно. Должно быть, помогла непривычно теплая для крещения погода. Всего минус 10 градусов. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.